Меня зовут Алан. Я очень рада быть здесь. Такое ощущение, что я среди друзей вижу знакомые лица с прошлого года. Как я уже сказал, вчера мы прилетели самолетом. Но наш багаж на другом самолете, поэтому еще его не получили. Поэтому я буду следить, чтобы Пол менял одежду каждый день. Потому что если наш багаж не придет завтра, то мы поменяемся с Полом одеждой. Хорошо. He won't fit in yours. So he won't have to wear the same clothes. You won't have a bag of pants, and you'll have a stretcher. I used to be a teacher. So I've got a test for you. Поэтому у меня для вас такой экзамен. From what you know so far about dream interpretation, about God giving dreams to us, I want to read you a statement. You tell me what's wrong with it. Я хочу прочитать такое предложение к вам, и вы скажете, что в нем неправильного? Это заявление делает одна группа из Далласа, Техас, и они тоже сопричастны к толкованию снов. И вот что они говорят. Если вы заинтересованы в том, что ваше подсознание пытается вам сказать, донести, если вы заинтересованы в том, чтобы как-то задействовать ваши мозги, ваш разум, то тогда эта группа толкователей снов для вас. Заметили вы какие-то определенные слова, которые указывают на то, что их толкование снов не от Бога? Вот эта фраза, то, что ваше подсознание вам говорит, и то, что вам говорит ваш разум. Поэтому они даже не понимают, что очень много снов вообще, их источников не в нас, а от Бога. И в принципе это очень жалко, потому что они не знают, что Бог может давать сны, и поэтому они никаким образом не смогут прийти к истинному толкованию. И если сны дает нам Бог через Дух Святой, то тогда необходим Дух Святой, живущий внутри нас, который даст нам истолкование. И так же истина в том состоит, что Бог изливает Дух Святой на всякую плоть. И когда Бог говорит всякую плоть, Он включает сюда как верующих, так и неверующих. И Бог дает сны даже неверующим для того, чтобы привлечь их к Себе. И мы не можем прийти к абсолютному пониманию только с помощью наших мозгов. И сны очень символичны. И как говорится в Деянии 2.17, юноши ваши будут видеть видения, старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. Мы понимаем, что это образный такой язык, метафора. Означает, что не только молодые люди либо дети будут иметь видения. И что не только у старцев будут сны. Но так же, как Павел раньше сказал, видения более метафорические, более прямые, а сны более образные, метафоры. Поэтому, допустим, если у вас видение, Иисус приходит к вам, обнимает вас и говорит, что Он вас любит, поэтому интерпретация особо не нужна здесь. Но, допустим, сон вам снится, и Отец в этом сне, ваш Отец. И Он говорит вам, что Он вас любит. И тот, кто духовно зрелый, может сказать, что этот мой Отец символизирует Бога во сне. Ну, не всегда так и бывает, но это один из вариантов. Еще Иова, 7 глава, 14-15 стихи. Можно сказать, это реакция Иова на те сны, которые он верит, что приходят к нему от Бога. Ты страшишь меня снами и видениями пугаешь меня. И душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих. Только прочитав этот сон, захотите ли вы иметь сны? И давайте посмотрим на значения слов, которые здесь употребляются. Можно сказать, ты меня страшишь, ты сокрушаешь меня, ты меня вводишь в замешательство. Бывал ли у вас такой сон, который вас вводил в замешательство? Можно сказать, вот это вот классический пример этого. Затем, с нами ты говоришь, то есть ты говоришь символично. Можно сказать, пугаешь меня и вообще удивлен, изумлен. Но не страх меня одолевает. И мы еще знаем 2 Тимофея 1.7 что Бог не дает нам дух страха. И еще, если мы не полагаемся на Бога в истолковании снов и не изучаем иносказательный, метафоричный язык, то сны и нас могут ввести в замешательство. Сны трансцендентные. Они превосходят высоту, глубину, ширину и время. Поэтому, можно сказать, сны ни в каком измерении не можно как-то задержать, как бы закрыть. Мы можем, нам может сниться такой сон, и мы можем быть в будущем и в прошлом одновременно. И даже во сне мы можем быть в одном месте, а потом переместиться в то место, куда мы направляемся. И один раз у Джона Паула Джексона был сон один. Его вытолкнули из самолета, и в то время, когда он падал вниз, во сне он решает, так, надо найти такое мягкое место для падения. И в этом сне он падает, то же самое время он спускается на землю, проходит там по земле, прощупывает, где-то мягко. Поэтому это замечательный факт в отношении снов. То, что нереально в настоящей жизни, можно сказать, это так, все очень обычно во сне. Также во снах такая возможность может быть, что возвратитесь вы снова в детство и будьте снова ребенком. либо же вы можете быть в настоящем вашем возрасте, но в то же самое время возвратиться в отцовский дом. Также может быть такое, что мы можем смотреть на события глазами какого-то человека. Такое ощущение, что мы залезли к ним в тело. И часто у нас бывают такие сны, чтобы у нас возникло сочувствие, сопереживание к этому человеку. Если у вас такие сны бывают, то обычно для того, чтобы вы посмотрели на события, на мир с их точки зрения. Для того, чтобы смогли мы молиться за них более эффективно. И сны, можно сказать, не находятся внутри нас. Но мы находимся внутри сна, мы находимся в каком-то другом мире. И сны позволяют нас переходить из одного места в другое. И сны материю превращают в энергию, и хаос превращают в порядок во снах происходит. И толкование может быть большой дилеммой для сновидца. И даже если Бог иногда дает нам сон, не всегда это обязывает или дает нам способность истолковать этот сон. И мы не можем требовать истолкования от Бога. И истолкование является даром. Можно сказать, что истолкование может приходить от других людей так же, как и в отношении других даров. Истолкование может возрастать, может приходить благодаря тому, что наши взаимоотношения с Богом укрепляются. Потому что, когда мы растем в наших взаимоотношениях с Богом, то у нас появится такая внутренняя жажда, чтобы понимать, что же значит сон. И Бог может дать такой нам сон, что возбудит внутри нас жажду, так что нас будет что-то принуждать, чтобы мы искали значение истолкование этого сна. неудовлетворенность в том, чтобы мы искали это истолкование. И можно сказать, такая святая неудовлетворенность у нас. То есть, вы знаете, что Бог пытается вам что-то сказать, и вы идете в этом направлении, чтобы понять значение, что Он хочет вам сказать. You may have a dream that gives you an experience like a void that's got to be filled. И можно сказать, такой сон у вас будет, что какая-то пустота, которую необходимо заполнить. A similar void caused kings to scour the nations for an answer to a question that God placed within their souls. Пьет. Подобного рода пустота заставляла царей рассылать голоденцов по всей земле в поисках ответа на вопрос, вложенный Богом вовнутрь их души. And that may be why God doesn't give the interpretation immediately. And that may be why God doesn't give the interpretation immediately. Because it causes, the dream causes us to seek Him with all of our heart. So sometimes He may actually withhold an interpretation in order to test and strengthen us, strengthen our faith. укрепить нашу веру. Иногда не сразу мы получим истолкование, потому что на этом необходимо время. Еще пройти должно некоторое время. Для того, чтобы потом уже пришло истолкование, но в правильное время. после того, как мы получаем этот сон, видим этот сон, то Бог дает нам истолкование одним из следующих способов. Он может сразу явить, дать это толкование через ангела, как это было в случае с Данилом. Было бы классно, если бы у нас постоянно так было. как в Данииле, chapter 10, verse 14. Как Даниила, 10 глава, 14 стих. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням. Но это только один из способов, как может прийти к вам истолкование сна. И очень часто бывает такое, снится вам сон, и сразу же параллельно вы понимаете, о чем же это сон, на что он указывает. Либо же вы поймете, о чем этот был сон сразу же после завершения этого сна. Либо же в процессе, либо после. Бывало ли у вас такое? И очень хорошо, когда так именно бывает. It's like when God was speaking to the prophets. He said to Jeremiah, He showed him an almond tree or a boiling pot, and then He said, what do you see? И так же, как было в случае с Еремией, Бог показал ему almond tree, миндальное дерево и кипящий котелок и спрашивал его, что ты видишь? And then after Jeremiah said, I see an almond tree or a boiling pot, and then after Jeremiah said, I see an almond tree or a boiling pot, God immediately said, this is what that means. Бог сразу же отвечает, вот что это значит. Еще как может прийти к вам истолкование сна, это когда вы будете записывать этот сон в процессе записи. And this is in Scripture in 1 Chronicles 28,19. And this is in Scripture, in 1 Chronicles 28,19. All this said David, the Lord made me to understand in writing by His hand upon me all the works of these plans. Все сие в пись... как это там... в письмене от Господа говорил Давид, как он разумил меня на все дела постройки. There have been so many times when I felt like I had something revealed to me from the Lord. And as I wrote it down, more revelation came. Have you had that happen before? That's another way that an interpretation can come. As... Just as Paul encouraged us to write down our dreams and record them, Так же, как и Пол? Yes? Pastor Paul. I'm sorry. Так же, как пастор Павел вам говорил записывать сны. Я думал, апостол Павел. It's important to record them, but also that can be a way of receiving part of the interpretation. очень важно записывать сны, но так же это может быть способом, как вы вообще поймете, о чем этот сон говорил. And then, the final way might be, or the fourth way might be, just as we mature, we begin to understand more of God's ways. И так же еще последнее, просто мы растем в Боге, созреваем, становимся зрелыми, и больше будем понимать Божьи пути. И когда мы будем понимать Божьи пути, то тогда и сон будет очень ясный для нас, сны будут ясными. God places great value on just our searching for the things that He conceals. И Бог очень, для Бога это большая ценность, когда мы исследуем то, что Он запечатал. Как говорится в притчах 25.2, Слава Божия, облекать тайное дело, а слава царей, исследовать дело. Did you already read it? Okay. Often we learn as much, if not more, through the search, as we do through simply getting the answer to the interpretation. Repeat it again. Often we learn as much, if not more, from just the search, as we do from simply getting the interpretation. So, it's not, if we just have the interpretation handed to us every time, we are missing out. because we will learn so much in the search, in the process of the search, and be drawn closer to God with the search. Now, not everyone will be able to interpret every dream he has, let alone the dreams of other people. Not everyone will be able to interpret every dream he has. Can anyone name the two, the only two, dream interpreters mentioned in Scripture? name the two, Joseph and Daniel. Ah, хорошо. Daniel and Joseph. Those are the only two that were really named as dream interpreters in Scripture. In principle, it's only two that were really named as dream interpreters in Scripture. said, do not interpretations belong to God? So, he acknowledged that he would not be, he would not have the revelation of the interpretation if it were not for God. And he acknowledged that he would not have the revelation of the interpretation if it were not for God. If it were not for God, it's more than just having the necessary tools to interpret dreams. Бытие 48. Очень важно иметь не только инструменты для толкования снов. Without God's help, we will not be able to understand dreams. Но без Божьей помощи мы не сможем понимать Божьих снов. Even Nebuchadnezzar, a secular evil king, acknowledged this. И даже Nebuchadnezzar, этот мирской царь, этот нечестивый царь, признавал этот факт. In Daniel 4, 18, Nebuchadnezzar said to Daniel, this dream I have seen, now you, Daniel, declare its interpretation, since all the wise men of my kingdom are not able to make known to me the interpretation, but you are able for the spirit of the holy God is in you. И вот что этот Навходоносор говорил в Данила, 4 глава, 15 стих. Такой сон видел я, царь Навходоносор. А ты, Валтасар, скажи значение его, так как никто из мудрецов в царстве моем не мог объяснить его значение, а ты можешь, потому что Дух Святого Бога в тебе. Это замечательный курс, потому что мы с помощью него можем изучить еще один способ, как Бог к нам говорит. И очень замечательно, когда этот мир снов для нас открывается, для того, чтобы мы смогли понять, что Бог говорит к нам в то время, пока мы спим. И также нету нету готовых ответов и твердых правил в толковании снов. всегда необходим Дух Святой. И Бог никогда не уберет эту необходимость нашу в Духе Святом. Можно сказать, в этом курсе вы основные такие направления получите. Теперь мы подошли к основанию, к основам толкования снов. Бывает сложно столковать сон другого человека, пользуясь своим собственным языком, снов и не исказив при этом смысла сна. Одна из причин это культурная разница. For instance, if I'm interpreting a dream here in Ukraine, I might not understand some of the different symbols. Допустим, если я толкую сон здесь в Украине, то я, возможно, не пойму, что некоторые символы могут значить. Можно сказать, символы для вас одни символы значат одного, а для меня, для американца это означает совсем другое. Еще одна причина то, что у каждого из нас есть свой язык снов, как Бог к нам обращается. и вы можете вообще запутаться, если кто-то вам сказал, что символ один значит что-то определенное. во сне бывает снится кот и многие люди думают, что это символизирует независимую такую природу, независимость, качество. но у меня, допустим, снятся сны, кот мне снится, но этот кот, который у меня раньше был в жизни, и для меня это символ друга. Поэтому кто-то захочет оттолковать мой сон, подумает, да, кошка, это что-то плохое, на самом деле для меня это хорошее. И можно сказать, что у каждого из нас свой язык снов, свой личный, персональный, и Бог лично как бы каждому говорит на его. языке снов. You'll have the greatest difficulty interpreting your own dreams. Why? Самые тяжелые сны, которые нужно истолковывать, интерпретировать, это ваши сны. Потому что трудно быть объективным в этом случае. And the next level, almost as difficult is interpreting dreams objectively for friends or family members. И затем следующий уровень очень трудно интерпретировать объективно сны друзей и родственников. For instance, if I'm trying to help a good friend interpret a dream, допустим, допустим, пытаясь помочь своему хорошему другу столковать его сон, God may be giving them a dream to have them correct an issue in their life. But if I really love this person, I may not even see that issue. But if I love this person, I may not even be attention to these problems. So I think, well, that couldn't be the right interpretation. So I think, well, that couldn't be the right interpretation. So sometimes if we're too close to the situation, it's harder to interpret the dream objectively. будет трудно объективно истолковать сон. So it takes maturity to interpret dreams. That's another reason, going back to that passage in Acts, that metaphorically speaking, it said your young men shall see visions, your old men shall dream dreams. Associating dreams with maturity. So God may give us dreams for different functions. They can lead us. They can show us the error of our ways. And they can lead us. They can show us the error of our ways. They can warn us. They can reveal areas of our lives that have not taken on a Christ-like nature. And we can say we can we can say we can see sphere of our life that we can be prophetic. They can convey spiritual insights. And in many ways, dreams are the same creative essence as the arts. And it's often that sny are the spiritual in its nature. It's and art. So there's a artistic spirit is from God a lot like dreams are. Можно сказать, что художество и творчество приходят от Бога. То же самое и сны. И это похоже. И даже в более широком плане вы можете сказать, что творчество, искусство тоже являются пророческими. Так же самое, как и сны являются пророческими. Вот в каком плане. Что, как и то, и другое, все это приносит послание от Бога. Какое-то слово от Бога. Каким-то новым образом. Sometimes our childhood may have been... We may have had an imagination in our childhood that's often lost as we grow up. Our imagination may have been lost or restricted. Energy? No, in our childhood. I see. Наше воображение, наша фантазия может быть ограничена. Из-за каких-то событий в детстве. Кто-то подавил. So, we may have had a very childlike faith when we were young. Поэтому, возможно, когда мы были очень маленькими, у нас была вера, как у детей. But it may have been squelched or restricted as we grew up. Но в то же время, по мере того, как мы росли, взрослели, то ее подавили, ее как-то зажали. Now, the problem is that we begin to think that dreams are just silliness. И вот какая проблема возникает. Мы думать, можем начать думать, а, сны — это все такая глупость, такая ерунда. Это нонсенс. Потому что у них никакой логики, и они иррациональны и нелогичны. Поэтому из-за этого мы вообще ценность все утеряем, которую несут в себе сны. But we just, as we've learned tonight, God speaks just as much through dreams, as we've learned tonight, God speaks through dreams, just as he does in other ways. И как мы уже изучили сегодня, что Бог говорит через сны, так же, как и любыми другими способами. Символика снов, служение стримс. Принципы столкования снов и значения символов, преподаваемые служением стримс, во-первых, могут быть найдены в Писании или находятся в согласии с содержанием Писания и не нарушают Писание. Во-вторых, они являются результатом исследований Джоном Пола Джексоном, каждого сна, видения, притчи в Библии. Через эти исследования он обнаружил много принципов истолкования снов, приведенных в этом курсе. Вдобавок ко всему, у него есть опыт истолкования тысяч снов с помощью Духа Святого. Многое выстолкование снов относится к аспекту пророческого дара, такого как откровение. В результате эти истолкования принесли много добрых плодов, назидания, вещания, утешения, покоя, водительства, надежды и страстного желания повиноваться Иисусу Христу. В-третьих, когда этими принципами пользовались многие другие, они видели такие же положительные духовные результаты. И, наконец, эти принципы не предназначены для того, чтобы критиковать методы, используемые другими христианами. Тем не менее, как уже упоминалось выше, эти методы доказали себя снова и снова во славу Иисусу Христа. Очень важно, из какого источника мы избираем пить. И, по мере того, как мы больше и больше будем углубляться в этот процесс толкования, мы всегда нужно помнить, что никаким образом мы не хотим нарушать Писание или противоречить Писанию. И те принципы, которые мы учим, основываются на Писании. Следующая тема — символические.